hello, ребят, на плохом канале сильно на плохом канале видео о том, что мотоцикл это увлечение для настоящих мужиков 5 причин почему я считаю, что это важно я много лет занимаюсь королями, ребят, общаюсь с огромным количеством людей и примерно понимая почему они это покупают потому что они мне об этом рассказывают вот я сегодня с вами об этом поделюсь если у вас еще нет мотоцикла и вы вообще об этом задумывайтесь, я думаю вам будет полезно. Первое самое важное, я считаю что вообще стоит для себя уяснить, это убрать из лексикона фразу мужские игрушки да, то есть я думаю, что вы сейчас вместе со мной пожали причина вот в чем эта фраза из соцсетей она там очень давно живет и живет с развития, когда у нас там пытались феминизм развивать да, то есть вот эта фраза у нас везде скакала это пренебрежительное отношение к мужским занятиям, ребят как вы нам, наверное, ну если прям вот вдумаетесь в эту фразу и если вы ее поменяете на увлечение это будет совершенно другая история об этом второй пункт отдельно вот, но а мужчина без вот этого самого вот увлечения превращается в эдакий такой тюфетек вот и давайте поразмышляем вместе пожалуйста в комментариях пожалуйста давайте тоже поспорим поэтому женщина, слава богу, меня не смотрит мне смотрит мало если мужские игрушки то есть это вот какие-то вот мужские занятия то что же является по-настоящему серьезным давайте подумаем об этом и по-настоящему серьезным знаете что будет будет дети сама женщина и собственно быт вот это будет серьезно а все остальное будут игрушки вот если вы будете заниматься вот этим вы превратитесь в такого вот тифечка вот я понимаю, что это может быть не всем приятно слышать но вы же прекрасно знаете что так оно и есть потом вы привыкаете и оказывается что так оно и есть но вам внутренне очень как бы хочется чего-то вот но вот вы не всегда понимаете что некоторые досвадьбы такие как бы бывают об этом отдельный ролик у меня есть так вот уберите из вашего лексикона мужские игрушки вот это увлечение второй пункт второй пункт мужчина не может существовать вообще как мужчина без вот этих самых увлечений его жизнь невозможна он превращается черт на это во что учтите этот момент они обязательно должны быть эти увлечения увлечений у нас в жизни достаточно много вот есть увлечение так сказать как это сказать для бедных это бухнуть поиграть вот что-то вот такое да то есть вот кстати женщина поддерживается на кроме бухнуть наверное вот мотоцикл ну как бы даже не мотоцикл есть рыбная лавля там блин охота там какая-то вот такое мужское какое-то занятие вот некоторые сейчас под воздействием этой пропаганды считали о том что нет мужских и женских увлечений что мужчина может продавать женское белье а женщины гвозди забивать может быть наверное но лучше развивать себе мужские качества чем женские я вам точно говорю вот так что это очень очень важно и они обязательно обязательно должны быть у вас эти самые увлечения третий пункт чем же мотоцикл отличается от остальных всех увлечений до хрена чем вообще реально ну как транспорт его вообще рассматривать смешно потому что транспорт это у нас ребята скутер а мотоцикл это вообще далеко не станция можно использовать как транспорт но это увлечение если это Харли Дэвитсон это еще к тому же как у нас принято говорить конструктор пусть это будет так то есть вы можете его модифицировать как угодно под себя что хочешь под него есть как бы ради бога это отдельная большая часть но мотоцикл это не только ковырять что-то там да и модифицировать и конструировать это чтобы ездить основное как бы это чтобы ездить и большинство людей у нас просто ну в стране вот этот вот мототуризм и автотуризм там не особо был развит там в Советском Союзе и прочем да в прошлом но сейчас он прекрасно себе как бы возможен у нас прекрасные возможности более того наш мир сейчас исключительно комфортный ну ладно в большинстве своем комфортный вот настолько что просто уже вообще ничего делать абсолютно не надо вот можно нажать на кнопку заказать себе что хочешь тебе все привезут все тебе расскажут там и так далее и тому подобное а мотоцикл позволяет уехать из этого самого комфорта это следующий пункт избавиться от него это очень очень важная вещь мотоцикл дает вам в этом плане абсолютно другие эмоции совершенно взгляд такой со стороны следующий пункт когда вы покупаете мотоцикл вы не только приобретаете нечто вы еще вливаетесь в коллектив так называемый можно сказать мотоциклистов вот это вообще отдельная история ваша жизнь поменяется просто совершенно кардинально у вас появится абсолютно сумасшедший знакомый с которыми вам будет о чем-то поговорить и так далее ну знаете если есть охотники и так далее то есть они могут между собой легко найти в общий язык с мотоциклистами примерно так же ну как бы у меня хрелисты то есть хрелисты между собой найдут в общий язык без проблем вот с водителями других мотоциклов ну как бы другая история вот с ними как бы то есть ну в принципе надо с чего-то начинать в любом случае кто-то же начинает с трехколесного велосипеда правильно то есть и потом пересаживается на двух колес ну вот я дочку учил полгода ездить на велосипеде наконец-то вот научил кто-то покупает сначала японский мотоцикл потом нормальный хрелисты поэтому это в принципе нормально и пятый пункт на мотоцикле вы уезжаете от привычного вам образа жизни совершенно вообще другой вы как бы даже если его построили маршрут я имею ввиду конечно отъехали от своего города мы пообщались я помню со знакомыми долго разговаривали и пришли к мнению что нужно отъехать 300 километров от дома такая точка невозврата вот то есть дальше вы будете как бы ездить уже вообще без проблем то есть найти там один день в году чтобы отъехать 300 километров фокид 2 вот я думаю если у вас нет двух дней в году то какая-то жопа что-то не так и еще один момент не как с пунктом а как наверное послесловие во-первых мотоцикл Карли Дэнссон это по-своего рода такой наркотик вот мото назовем так мото наркотик в принципе любой мотоцикл как бы такая вот история просто Карли Дэнссон обладает своим как бы качествами и это очень сложно понять пока ты на нем реально не поедет вот со стороны что-то будете вычитать абсолютно чушь у меня абсолютно все клиенты одно и то же после того как поедет вот он дает вот такой вот эффект избавиться от него будет очень сложно я сразу предупреждаю все предупреждаю правда всем как бы очень потом все довольны рады же приносят блин но еще один момент даже еще не один момент люди в нас наше время удивительно живут в основном в городах вот в городах у нас чего нету гаражей вот вот поэтому где хранить мотоцикл достаточно такой актуальный вопрос ну на стоянках естественно вот летом это вообще без проблем около дома лучше не хранить я сразу говорю в чехлах там это ну и нафиг как бы вот когда это хранится на стоянку загоняйте как бы то есть обычно это ну в как бы крупных кварталах это как бы не особо большая проблема ну в принципе еще можно на открытых все тоже отдельный момент зимнее хранение зимнее хранение это набираете зимнее хранение вот в вашем городе оно обычно есть отдельный вопрос в принципе если какой-то там по поводу гаражей ну снимайте на двоих на троих гараж там на зиму там или на лето пожалуйста не бог есть проблемы самое основное если вы что-то захотите оно точно будет я вам просто гарантию даю ну и да я напоминаю всем о том что я помогу вам привезти мотоцикл ХРД из Америки вот мои контакты пожалуйста пишите звоните не забываем подписаться на группу в телеге вот самая большая группа в телеге по хоррельм я там тоже есть если кому-то интересно может у меня там о чем-то спросить и достаточно важный момент вот почти каждый день я сталкиваюсь пишут звонят огромное количество людей много лет и примерно у нас менталитет как бы стране другого нет вот этот вопрос я поднимал не в одном ролике по поводу ценообразования что у нас как бы человек интересует цена основного все остальное как бы не особо так вот по поводу цены вы покупаете в данном случае не вещь отдельно как там чашка например какая-нибудь да то есть вот а так сказать мотоцикл вот и вы покупаете его так сказать не как вот предмет вот а вы покупаете дальнейшую эксплуатацию понимаете какой может быть дальнейшая эксплуатация например если вас интересует только цена ужасный то есть вы купите ну хлам да то есть и будете как бы очень дорого его потом чинить вот или как бы даже не дорого а геморрой совершенно то есть как бы ездить куда-то что-то там то есть поэтому очень очень важно как бы как как бы к вам попадет вот этот мотоцикл какой он был как бы до как бы до вас кто за ним что с ним делал и так далее и так подобное вот мы выдаем мотоцикл в готовом виде с гарантией между прочим то есть вот приведенный из Америки с гарантией то есть вы на нем поехали с чем-то какие-то проблемы пожалуйста мы вам без вопроса переделаем если же вы ну просто вопрос такой иногда бывает ищите самостоятельно вы как бы тратите свои силы геморрой там и так далее и тому подобное там ну на поиски мотоцикла уходит обычно достаточно много времени на стране у нас их просто банально мало вот а если вы заказываете мотоцикл из Америки вам делать не надо ничего то есть я вам подберу все это дело вместе с вами естественно вот как бы и мы вам выдаем мотоцикл в готовом виде хотите на учет вам поставить ничего и надо делать экономите кучу времени как бы никаких проблем после этого не имеете получаете мотоцикл в готовом виде вот такая вот история такая большая разница вроде как фигня вроде как мотоцикл да то есть ну реально вот это вот последующая его эксплуатация она может быть ну вот прям геморройной смотрите мой канал до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok